Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Профессиональный разговор» и я, ведущая, Жанат Вертлесова. Сегодня продолжение нашего интересного разговора на тему «Зеленая экономика» и наш гость Капаров Нурлан Джабулович, министр окружающей среды и водных ресурсов. Здравствуйте! Здравствуйте! Программу капельного орошения слышали? В начале 90-х. Да, и что только про нее не говорили. Потом три года назад снова, да? Вопрос в том, что государство реально выделяет деньги, говорит об этом, а результатов-то нет? Ну, потому что в начале 90-х это было слишком рано, когда мы внедряли капельное орошение. Сейчас, если будет нормальная, адекватная картина, как инвестиции будут возвращаться в то же капельное орошение? А как будут возвращаться? Огромный есть холдинг «Казагра». Возвращаться будут, если фермеры будут заинтересованы, брать это капельное орошение, если им государство еще поможет в финансировании. А вы сами чувствуете заинтересованы? Я думаю, у нас другого выхода нет. Не только в капельном, а вообще в любых водосберегающих технологиях. У нас другого варианта просто нет. Это вопрос национальной безопасности. Но хочется результатов. У нас дефицит будет 12 кубок километров воды к 40-му году. Может быть, лет 10 назад участвовала вместе с ООН в написании отчета по воде. И как раз тогда это на меня произвело огромное впечатление. В мире огромная проблема. Но просто с тех пор как-то не чувствовалось, чтобы были какие-то шаги у нас по экономии воды, по тарифам и так далее. А вот вы сказали про ГЧП. Это фермерам неинтересно, поэтому не будет экономии. Мы должны сделать, чтобы это им было интересно. Министр сельского хозяйства тоже давно об этом говорит. Но не было государственной программы по водным ресурсам, которую мы сейчас только написали. Не важно же, министр же может действовать не всегда, прямо обязательно ждать государственную программу. Не нужно же инструменты. Каких у него не было инструментов по воде, когда он до этого отвечал за воду? Вы же только недавно отвечаете. Во-первых, у него не было адекватного финансирования. Оно было по Акбулак, но этого недостаточно было. Второе, не было адекватной тарифной политики. Третье, не было менеджмента нормального в этой отрасли. А теперь появился? А потому что сейчас мы будем делать национальную кампанию. Да, вот это меня тоже испугало в ваших выступлениях. Очередная национальная кампания. Да, ну смотрите. Какие у нас национальные кампании в каких-то секторах? Я вам расскажу про Кастронсойл. Меня в 1997 году президент туда направил, я вот из бизнеса пришел. И кампания по транспортировке нефти, казалось бы, транспортировки нефти... Собираемость тарифов была 20%, остальным бартером шло, да? То есть и менеджмента просто там не было. Я понимаю. Мы, ребята, собрались, буквально там за 2-3 года нарисовали тарифную политику, там стратегию кампании. Потом другие ребята, кто уже дальше... То есть вы считаете, что любую проблему экономики в любом секторе Казахстана можно решать созданием национальной кампании? Национальная кампания означает нормальный менеджмент, нормальные правила. Сегодня, смотрите, Кастронсойл. Что было в 1997 году, да? Я сейчас описал. Сегодня эта кампания генерит несколько сот миллионов долларов. Ну, конечно. Вы сделаете такой тариф высокий, и она тоже будет... Любая кампания может генерить. Я согласен, что в Кастронсойле легче было поднять тариф, потому что платильщики нефтяники, да, нефтяные кампании. Но вы считаете, что все проблемы можно решить созданием национальной кампании? Поговорите, национальной кампании... Или это только в инфраструктуре? В инфраструктуре, я думаю, в ключевых отраслях, где монопольное влияние должно быть государством. А вы же все-таки из бизнеса пришли. У нас, вы знаете, доля государства в экономике какая? Я на эту тему готов вообще часами разговаривать. Я против большого государственного участия в секторе. Я дополнил минимизацию. Вообще в стране можно буквально 10 компаний обойтись. Все, с кем не разговариваешь из министров и членов правительства, все за это. Но все в то же время за создание национальной кампании в своих сферах. Вот я считаю, что государство должно присутствовать в тех секторах, где есть вопросы национальной безопасности и стратегические интересы государства. Казмонайгаз нужен, как госкомпания нужна, как КТЖ нужен. Казахтелеком в присутствии государства... А вы знаете, чем занимается КТЖ сейчас? Чем? Он же не только пути железнодорожные. И вагоны, и локомотивы, и харгос, и логистика. И кажется, даже у него еще что-то находится. Морские порты, аэропорты. Я считаю, что государство должно владеть только магистральными вещами и стратегическими. Поэтому по водоводам я согласна. Железное дорожное полотно, железное мы должны его владеть и контролировать. В телекоме мы должны участвовать, потому что это вопрос национальной безопасности. Ну то есть вы за инфраструктуру? За инфраструктуру и какие-то ключевые секторы. Казатампром, например, это не инфраструктура, но это уранодобывающая промышленность. Там тоже государство должно быть монополией, я считаю. А что из того, что сегодня есть в госсобственности? В водном секторе то же самое. Мы должны построить государственную национальную компанию. Вы же потом уйдете в частный сектор. Вы меня отчем уйду. Но вы когда уйдете, вы потом, когда посмотрите другими глазами, вы поймете, что 50-90% экономики в некоторых секторах, очень многих, занимает государство. Я вообще против такого. Я рыночник и считаю, что частный сектор, он лучше справится, чтобы были задачи. Все получается, и министр экономики рыночник, и сельского хозяйства рыночник. Но только как-то не развивается частный сектор. Сейчас правительство обсуждает принятие закона и идея о правилах желтых страниц, так называемых, которые в Сингапуре сделали в свое время, когда у них тоже в госучастии было слишком большое участие государства было. И они тоже решили ограничить, и они приняли такой специальный закон. Если у нас такая тема пройдет, то у нас многое может порешаться. Потому что тогда мы сядем и скажем, хорошо, здесь мы государству участвуем в этой нижней бизнесе, а в этой не участвуем. А так сейчас можно посадить все госкомпании, и можно в одну комнату посадить, и неделями спорить, нужно их присутствие или нет. Я не люблю, когда просто на словах говорят. Я люблю, когда принципы. Мы же с вами любим, чтобы были какие-то принципы. Я, например, в своем министерстве все, что государство не дает, я все в рынок отдал. Как отдали? Например? Например, мы там сейчас все наши дочерние институты потихоньку ликвидировали. Институты какие? Научные? Да. Не научные, их научными сложно было назвать. Но они монопольную функцию занимали. Проектные? Проектные, там еще какие-то всякие были. Евразийский центр воды у нас создали, мы сейчас тоже пытаемся в рынок отдать. Да, но это, ладно, это то, что связано с услугами, хотя тоже здесь государство монополизирует. Государство в услугах тоже не должно произойти. Я согласна. И вот эти государственные институты, это бич тоже. Их очень много. Возвращаемся к концепции. Вы мне не дали договорить по водной компании, да? Но вас поддержали? Ну, поддержали. Водные, магистральные водоводы, наши стратегические водные резервуары, там, коксарай, там... Они сегодня все в госсобственности. Они все в госсобственности, они должны остаться в госсобственности. Но часть бизнеса, потом ответвление, там, от магистральных водоводов, некоторые магистральные, которые нестратегический характер носят, тоже могут быть частными и на форме ГЧП быть построены. Но для начала надо все активы собрать в одну кучу, да, и придать какую-то мысль всему этому. И через создание нас компании мы тарифную политику потихоньку там исправим. Придать мысль можно и не обязательно объединяя. Если тарифы будут, внешние займы начнем привлекать. То, что сегодня Кастрансойл, Кастрансгаз делают, они же не бегают в бюджет за деньгами. Они, если есть проект, они пошли, заняли, построили, отбились. А мы сейчас в водный сектор просто качаем бюджетные деньги, они просто там сгорают. Это две совершенно разные сферы. У Кастрансойла и Кастрансгаза, хоть мало, я думаю, что кто их считает тоже идеалом прозрачности, но они все-таки работают в сфере недропользования, да? Да, но они не бегают каждый день. Понятно. Но водоводы это совершенно другое. Я не считаю, что неправильная идея. Или, например, вот, допустим, тот же Самрук, когда у них спрашиваешь, для чего создавали, да? Они говорят наладить принципы корпоративного управления в дочках. Ну и Самрук считает, что благодаря ему тот же Кастрансойл или Кастрансгаз стали более прозрачными, у них теперь есть кодексы. Но теоретически, если государство собственник всех этих вещей, то можно же было кодекс корпоративного управления просто обязать сделать, да? Не обязательно для этого создавать нацкомпанию. Хорошо, что вас поддержали. В концепции записано у вас, что задачи такие повышение благополучия населения и качество окружающей среды через рентабельные пути смягчения давления на окружающую среду. Что такое рентабельные пути смягчения давления? Суть зеленой экономики – это улучшение качества жизни. Мы знаем, там, какой воздух, да, в Алма-Ате, там, дышать нечем. Это качество жизни или нет? А в Алма-Ате воздух-то тоже можно исправить. Так, что можно сделать? То есть, например, вот то, что сейчас уже тренд пошел, там, транспорт, автобусы на газ перевели, да? Если мы потихоньку на более экологичные виды транспорта переведем транспорт в Алма-Ате, да? Общественный. И частный тоже. Но для этого нужно простимулировать, чтобы человек был выгоден. А как простимулировать? Мы сейчас вот над этим работаем, у нас есть поручение президента сейчас. А как? Вот я хочу купить машину. Вы должны создать для меня такие условия, что если я покупаю машину на газе или на электричестве, то она будет для меня дешевле. Она будет дешевле в стоимости, она будет дешевле в эксплуатации, правильно? И будет вся инфраструктура сделана для того, чтобы я этим пользовался, мог заправиться и так далее. Ну, я просто про это слышала 7 лет назад. Ну, я не знаю, почему 7 лет назад не сделано. Мы сейчас вот начинаем. Это опять в концепции зеленую экономику ложится хорошо. Мы должны всеми инструментами возможными, там, фискальными, налогами, всякими, там, воспользоваться, чтобы простимулировать, чтобы люди перешли. Перейдут, это 80% выбросов. Второе, например, угольная генерация, да, в Алматы. Ну, это же можно элементарно поставить газогенератор на установке. Газ, труба уже проходит, газ есть. И переведем, там, за 3-4 года генерацию на газ. То есть, теоретически, это вопрос, ну, я так, на вскидку скажу, 5 миллиардов инвестиций, там, условно, да, которые могут окупиться в Алмату в улучшении качества воздуха. Частных или государственных? Смешанных. Ну, вот, на самом деле, вы знаете, проекты ГЧП хорошие, которые не проблемные. Какие-нибудь, вы такие знаете проекты? Очень много проблемных. При вас внесены большие изменения в закон о поддержке использования возобновляемых источников энергии. Да. Одна из ваших фишек, и вы тоже много на эту тему говорите. И ваши выступления в 2013 году, в начале года, мы тоже их посмотрели. Вы, когда пришли, вы стали эту тему продвигать. Вы сделали очень важные изменения в этот закон о том, чтобы тарифы были стабильными. Фиксированными. Фиксированными. Фиксированными инвесторами. И длительными. И длительными. Да. И вот потом вы говорили о том, что уже 25 проектов реализовано в сфере возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день в республике уже реализовано 25 таких проектов, вы сказали. Но вот уже в текущем году снова вы выступали, и написано, что Нурлан Капаров представил предложение по системным мерам поддержки возобновляемых источников энергии. Это какие-то новые меры? Значит, во-первых, по закону, закон был принят в девятом году первый. Ну, до вас еще. Да. Он, к сожалению, не предусматривал фиксированные тарифы, не давал гарантированный возврат инвестиций инвесторам. И там очень много других пробелов было, там подключение к сетям и так далее, и схема была нерабочая. Поэтому было осуществлено несколько маленьких проектов, мелких, вот о которых вы говорили, там 25. Это вы говорили, я вас цитирую. Ну, я говорил, да, вы меня внимательно прочитали. Очень. Были мини-гидро, там у нас маленькие солнечные. Ну, тоже хорошо. Ну, в общем объеме, там, скажем, мегаватт, там 15-20 в стране сделано по мелким проектам. Работает? Вот. Но это все как бы мелочь. Да. Потому что больших, крупных инвестиций не пошло, потому что не было правил игры, не было гарантии возврата инвестиций инвесторам. Сейчас новый фиксированный тариф, который мы внедрили в тот же закон в виде изменений, в тот закон, теперь он гарантирует инвестору 15-летний тариф, как все страны делали. А тариф есть уже, утвержденный? Тариф, вот мы обсудили, что у нас заседание у премьер-министра, премьер-министр поддержал. Ну, хороший тариф, да? 19 тенге на ветер, 29 тенге на солнце и 27 тенге на берега. Да, честно сказать, непонятно, это много или мало? Это больше, чем обычный тариф? Нет, конечно, это больше, да. Но мы специально поэтому ограничиваем объем, сколько мы хотим построить по этим тарифам. Вот если этот тариф больше, то что заставит меня, например, я на заводе работаю, этот тариф использовать. Если я могу купить электроэнергию обычную дешевле. Дешевле вы можете купить, мы же как бы ставим цель. Это вы со стороны производства ставите цель, чтобы я как инвестор вошла в этот бизнес. Нет, если вы на заводе, вы инвестор или вы пользователь? Нет, я со стороны спроса, да, пользователь. Вы потребитель? Да. Если вы потребитель, конечно, вот эти там 1850 мегаватт, которые мы сейчас будем ставить в стране, при 20 тысяч мегаватт существующей мощности, а не мизер, да? Да. Это только внедрение технологии. Но этот мизер должен потребляться все равно. Он будет потребляться всей страной. Всей страной, то есть он всей системой будет потребляться. Во-первых, мы будем ставить возобновляемый источник энергии, приоритет будет в тех местах, где нету доступа к электричеству и там, где нехватка электроэнергии. Но мы бы могли же, то есть теоретически, что потребитель, мы могли же туда угольную станцию поставить. И она была бы еще дороже? Нет, она была бы... Электроэнергия. Ну, скажем, вот сейчас мы Балхашку ТЭС обсуждаем, 13 тенге тариф, да, но ветер 19 тенге. Разница не такая большая, да? Ну, все, такие. Но новая станция, цена оптовая на рынке 8 тенге, да, сегодня. Но любая... Но она 8 тенге, низкий тариф, потому что все станции уже амортизированы, там капзатрат в тарифе нет. Но любая новая станция в Казахстане уже там не будет дешевле 11-12 тенге. Вот 13 тенге показатель на примере Балхашка ТЭС. Любая угольная станция. Но что мы получаем? Мы ставим угольную станцию, да, она там... Любая угольная станция, это опять новые выбросы, заболевания. Я понимаю, но я с точки зрения потребителя. Мне все равно, кто загрязняется, да, окружающая среда. Да. Если я буду, например, у меня стоит завод. Если вы алматинка, вы хотели бы, чтобы алматинка чистовала? Вы, во-первых, сравниваете именно тех, кто строит. Как-то я особо не видела, чтобы наши бизнесмены сильно так заботились об экологии. Вы хотите сказать, что если я крупный бизнесмен, вы давите на мой совесть, на мой патриотизм, и при этом, чтобы я не смотрела на бизнес-модель, чтобы я производила продукцию с электроэнергии в 19 тенге, а не с 13, и при этом не смогла свою продукцию экспортировать в Китай? Вы мне субсидируете тогда из бюджета? 19 тенге, это тариф, который утверждается, он и тариф в стране на 19 тенге не вырастет. Что мы новую Балхашку ТЭС построим, что мы новую атомную построим, что мы новые возобновляемые источники, солнце, ветер. Они все чуть-чуть там на 2-3 процента повысят тариф в стране. Вы хотите сказать, что тариф потом усредняется, да? Он усредняется, да. То есть вы хотите сказать, что... Он усредняется, то есть он на 2-3 процента повышается, но если мы готовы на это повышение, что бы вы хотели поставить, уголь или ветер? Мы готовы на это повышение, но как недавно, я была на коллегии АЗК, и там выступал один товарищ и сказал, что сегодня у нас тариф на электроэнергию для потребителей выше, чем в Америке. А если вы еще будете дальше повышать? В Америке это отдельный случай. Я понимаю. У них произошла сланцевая революция. Я понимаю. Но они же работали на это. В сланцевой революции они резко увеличили добро сегата. То есть я как раз считаю, что это тот случай, когда государство должно как-то стимулировать. Вот, например, если я как потребитель беру тариф или наоборот, допустим, как производитель из возобновляемых источников, пусть мне государство субсидирует, а не просто резкое повышение тарифов. Резкое повышение не будет. Как раз это тот случай, когда должна быть макроэкономическая видна ситуация. Ну вот у нас макроэкономически мы все это обсудили в правительстве. Так. Любая новая станция в Казахстане будет повышать тариф на чуть-чуть, да? Потому что средневосредненный тариф будет повышаться. Сегодня из 20 гигаватт установленной мощности в Казахстане 70% этих мощностей выйдет из строя в ближайшие 15 лет. 15 лет это до 30-го года, да? Значит, 70% это, вот считайте, 15-16 гигаватт уйдет. Они просто закроются, эти станции, потому что они уже давно... Вы делаете все правильно с точки зрения министра экологии. Но должны быть другие министры, которые переживают за конкурентоспособность нашей продукции. И качество жизни населения. Любая станция новая. Я вот к чему сейчас картинку хочу, макро. Вот 20 гигаватт, у вас 15 уйдет в ближайшие 15 лет. Мы говорим о 30-м годе, да, например? В 30-м году из сегодняшних 20 гигаватт останется в работе только 5. Понятно. Хорошо? Вам нужно будет в 30-м году уже не 20 гигаватт, а 35 гигаватт. Да. То есть вы должны построить новых 30. Любая новая станция, вот эти 30 гигаватт, на чем вы будете строить? Вопрос же стоит, на чем строить? В этом концепции зеленой экономики мы это хорошо написали. Понятно. Появилась информация и обращение целых ассоциаций. Ассоциации, вот, например, горнодобывающих и горнометаллургических предприятий. Они просят правительство приостановить участие Казахстана в Киотском протоколе. И еще пишут о том, что методики не были за все это время разработаны. И что нужен анализ влияния национального плана на развитие отрасли экономики. Ну, здесь я видел эти обращения, и мы с ними регулярно встречаемся, и разговариваем, и спорим. Вот, и консенсус мы со всеми практически нашли. Вот, значит, суть идет не о Киотском протоколе, это чуть-чуть там неправильно. Так написано, да? Да, неправильно они выразились. А поправка, Дахийская поправка, да? Нет, это вообще отдельная тема. Киотский протокол, это международная торговая площадка. А мы подписались? 20 стран. Мы в приложении А участвуем, но мы не стали участниками приложения Б, которое уже юридически нас обязывает на снижение выбросов. Вот, и вопрос нашего вступления в это приложение Б под большим вопросом, потому что там Европейский Союз в ДОХИ изменил те договоренности, которые у нас циркулировали, по которым мы хотели вступить. Это 5% в 2020 году снижение от уровня 90-х годов, и мы готовы были это выполнить. Но они там резко поменяли, и сейчас интерпретация идет. Они хотят еще более жестко, Европейский Союз. Более жестко, да, и на другие цифры переходят, на другие года там расчета. Что для нас более ужесточает вот эти возможности, которые мы уже выполнить не сможем. И поэтому у нас идут сейчас юридические беседы с секретариатом Киосского протокола о том, какая же все-таки интерпретация для Казахстана. И такие же споры идут у Украины и у России, которые уже участники приложения Б, но мы не участники приложения Б. Поэтому станем мы участниками приложения Б и полноправными участниками Киосского протокола, вопрос открытый. А когда будет ясно? Ну, наверное, будет в течение года еще разговоры. Но то, что ассоциации пишут, они пишут не о Киосском протоколе, просто его называют в обиходе Киосском протоколе, а речь идет о национальном плане по снижению выбросов парниковых гадов. Он жесткий. Или так называемая торговая площадка Капантрейд. То есть это наша внутренняя торговая площадка. Да, но она все-таки ужесточает требования к выбросам. Она ужесточает, но это метод палки и морковки, она дает возможность заработать на этом. Да, торговать этим. Ну, а ничем не довольны тогда? Потому что некоторые недопонимают, особенно там люди... Ну, на самом деле, как-то снижаются выбросы? Вот они там просто данные такие приводят, что структура, отрасль меняется и так далее, а вроде бы требования вот этого плана ничего этого не учитывают? Нет, все это учитывает. Мы все учли, мы все возможные... Ну, он же до вас же еще был утвержден этот план. Он был утвержден в 2011 году. Моя задача, когда я пришел, была ее реализация. Мы ее включили как одну из основных тем концепции зеленой экономики по снижению уровня выбросов. Но суть вот этой торговой площадки это создание стимулов для снижения выбросов. И, то есть, например, если вы владеете энергетическим предприятием, да, угольная станция, да, она у вас старая. Она не энергоэффективная. Там очень много угля жгет, там не такой большой объем электроэнергии производит. Благодаря вот этой торговой площадке вам приходит инвестор и говорит, Жанна Жугалина, вот вы владеете станцией, можно я вас 100 миллионов долларов вложу? Вы станете более энергоэффективным. Вы будете больше электроэнергии производить, меньше угля жать. А взамен что? И снизите выбросы, я еще фильтры поставлю. И что взамен? Взамен вы мне отдайте, вот ваше снижение выбросов, вот отдайте мне, мне инвестору, я их пойду на рынки, на вот этой торговой площадке продам и заработаю на это. Да, но только вы хотите вложить эти 100 миллионов еще за, я должна с вами своей долей поделиться, да? Долей внижение выбросов. Нет, долей и собственности. А нет, это нет. Ну а как он без собственности вложит? Нет, так работают все механизмы. Я понимаю, но это как-то чисто немножко теоретически. А у нас это работает? Вот мы запускаем 1 июля. Ну как, вот этот же план-то действует давно? Действует, но его действие реальное воплощение. Мы... Не работал все эти годы? Мы не работал. 1 июля... Ну они, видно, почувствовали, что вы хотите что-то уже запустить с 11-го года. То, что в 11-м году было принято, там подразумевалось начало запуска системы 1 января 13-го года. Так. Потом, пойдя им навстречу, тем же ассоциациям, которым мы разговаривали в 12-м году, мы передвинули сейчас на 1 июля 14-го года, на полтора года. Ну надеемся, что заработает, да? Да, мы надеемся, что заработает, но суть в том, что они просто недопонимают, потому что уже эти торговые площадки, Киотска это одна из торговых площадок. Ну понятно. Эти торговые площадки около 20 в мире, они прекрасно работают. Просто видите, они все прекрасно понимают. Я думаю, поскольку это представители крупных инвесторов в этой ассоциации и в других, вопрос просто в том, что почему, как вы говорили, что они тоже, многие жители Алматы или других крупных городов, они же не хотят добровольно улучшать экологию. И есть механизм хороший, который вот работает. Это план, о котором вы говорите, и закон по возобновляемым. Но это нужно как-то двигать вперед, чтобы механизмы были, да? Заинтересованности-то нет. Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу, и тема очень интересная. Я два года ждала, чтобы можно было с вами обсуждать эти интересные вопросы. И считаю, что то, что вы делаете, оно очень важно для страны и важно для нашей экономики. Но главное, чтобы наша конкурентоспособность при этом повышалась, да? Потому что это большие расходы, это многое из этого, оно все-таки на патриотизме наших граждан, наших инвесторов основано. Я вам желаю успехов и надеюсь, что через два года мы с вами будем обсуждать уже снижение выбросов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин